Между тем, в Южной Корее не прекращается аномальная жара, ее жертвами стали уже больше 26 человек. Стихия нанесла большой ущерб экономике страны. Ну а подробнее об этом мы спросим у нашего собственного корреспондента в Сеуле Владислава Цоя. Доброе утро, Владислав, скажите, какая температура в Сеуле сейчас? Доброе утро, Арестан. Сейчас температура воздуха в Сеуле 32-34 градуса. И такая погода сохраняется уже на протяжении 24 дней подряд, как вы уже сказали до этого в сюжете. И вчера был дождь, поэтому немножко температура спала. И по данным Корейской метеорологической службы, за последние 30 лет это самый высокий такой показатель. И еще один такой есть показатель. Температура воздуха 33 градуса и выше держится на протяжении 16 дней подряд. И это тоже один из высоких показателей за последние три десятилетия. Сеульцы, чтобы спастись от жары, приходят на берег нашей ручья сеульского Чонгичон. Здесь отдыхают, прячутся под зонтами, специальные зонты от жары. И есть опасность получить ожог лица и получить тепловой удар. Потому что сейчас индекс ультрафиолетовых лучей в Сеуле показывает высокий уровень и очень высокий уровень. Владислав, скажите, какой ущерб конкретно нанесла жара сеульцам? Арстан, вот по данным Корейской службы государственной безопасности, с 20 мая по 11 августа за помощью к медикам обратились больше 2300 человек. Погибли 26 человек. Есть ущерб тоже от гибели скота. Больше 703 тысяч голов погибли. И еще погибла рыба. 895 тысяч голов рыбы. Очень выросло потребление электроэнергии, так как ночью невозможно спать без кондиционера. Тоже по данным Корейской энергетической биржи за сутки был отмечен такой показатель больше 122 гигаватт электроэнергии. Это тоже самый высокий показатель за все эти годы. По данным синоптиков, они делают такой неутешительный прогноз, что такая погода продлится до конца августа. Конечно, погибшие люди, погибшие животные, это печально, но в такой момент все-таки, к примеру, можно и маленький положительный плюс отметить. Те, кто занимаются кондиционерами или их обслуживанием, в этот момент, по-моему, зарабатывают больше всего. Спасибо. Это был Владислав Цой из Сеула.